Максимизация пространства для моделирования. Если у вас не слишком большой монитор или вы работаете за экраном ноутбука, пространства под моделирование у нас остается не так уж и много. Поэтому давайте как можно больше пространства отведем под видовые экраны для моделирования. Во-первых, если мы с вами не будем очень часто использовать большие проекты, можно убрать обозреватель сцены, а также можно убрать окно настроек видовых окон. Как вы видите, каждое видовое окно содержит видовой куб и он занимает достаточно большое пространство. Им тоже мы, скорее всего, пользоваться будем не очень часто, поэтому его можно будет или отключить, или сделать меньше. Для чего правой кнопкой мы щелкаем по видовому окну и выбираем пункт меню конфигурации. Находим во вкладке видовой куб его видовой куб size и выбираем размеры видового куба тени. Например, нажимаем кнопочку apply, чтобы посмотреть, какого размера мы получим данный элемент управления. Если мы снимем галочку show the view куб, видовой куб отображаться не будет вовсе в видовом окне. Также, если мы с вами не будем использовать ribbon, ленту со вкладками, ее можно отключить, что добавит нам одну строчку. Если мы будем работать исключительно с моделированием объектов, то временная шкала тоже нам не нужна. Заходим в пункт меню customize show user interface и убираем галочку показа tracking bar, то есть временной шкалы. Смещаем вниз пространство для моделирования. То есть, таким образом мы с вами убрали все ненужные элементы. Единственное, что можно сделать, это по умолчанию на основной панели все значки в увеличенном масштабе отображаются. Этот масштаб можно уменьшить. Для чего заходим в пункт меню customize preferences и на вкладке general убираем галочку use letge toolbar buttons. После чего нажимаем ok. Для того, чтобы эти уже изменения произошли, нам необходимо будет перезапустить программный продукт. То есть, его закрыть и открыть заново. И все вот эти вот значки будут в несколько раз меньше. За счет чего опять-таки высвободится рабочее пространство. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.